Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева, Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. За последние 70 лет такого не было. Фермеры Адыгехабльского района подсчитывают убытки и надеются на помощь государства, что стало причиной низкого урожая в этом году. Было много разных этапов. Теперь Ахмат Апаков готовится к суперфиналу конкурса лидера России, которая состоится в Солништогорске. Он будет представлять Карачаево-Черкесию. Оля Шметова не видела свою семью 9 лет. Счастливое воссоединение семьи. После долгих лет поисков, разученные вооруженным конфликтом в Украине, они встретились. Я думаю, что многие люди будут смотреть 11 числа, прильнут к экранам телевизора. Профессиональный боец смешанных единоборств Сергей Харитонов в Тиберде готовится к предстоящему бою. 7 сентября день Карачаева-Черкесии, города Черкеска, которому в этом году исполняется 195 лет. Традиционно это большой праздник с концертами и массовыми мероприятиями, с участием многочисленных гостей из других субъектов. Но в этом году, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, по поручению Рашида Тимрезова было решено минимизировать праздничные мероприятия и провести праздник в другом формате. По решению главы, в День республики впервые одновременно во всех 12 муниципальных городах и районах Карачаева-Черкесии откроются 12 новых объектов социальной инженерной инфраструктуры, объекты благоустройства. Подробнее об этом мы расскажем в понедельник в нашем праздничном выпуске вестей. Низкая урожайность в этом году стала причиной банкротства многих хозяйств, всему виной заморозки и засуха. А еще и прошедший град, который усугубил сложившуюся ситуацию. Какие убытки терпят аграрии Адыгихабльского района, какие культуры пострадали больше всего, узнавала Альбина Ламкова. Адыгихабльский район аграрный. На его территории 21 900 гектаров пахотных земель, которые всегда обрабатываются землепашцами. Заморозки после аномально теплой зимы, засуха в весенний период, да и прошедший град, стали причиной гибели планируемого урожая у сельхозтружеников. Ни спахано, ни сеяно, ни одного клочка земли не остается. Мы почти 7 лет первое место в республике держали по урожайности, по культуре, по всем этим. А за последние вот эти два года, вот в 2018 году тоже засуха была. И в этом году, вот вы сами видите, такое еще человечество не помнит, как в этом году. Ни одного этого качана нету, початки нету вот этого. Из-за неоправданных прогнозов на урожай сейчас фермерам приходится подсчитывать убытки. В итоге 10 900 гектаров кукурузы погибло, а подсолнечника пострадало около 600 гектаров. Не удалось спасти и 180 гектаров свеклы. В прошлые годы уже в эти дни полным ходом шла подготовка почвы к следующему сезону. На сегодняшний день ни одного гектара не вспахано. Аграрии в минусе и денег на обработку земли нет. 1800 комбайн стоит, плюс солярка, где-то мы 2800 будем выходить, для того, чтобы ее скосить только. Почему? Потому что ее ничем не уберешь, дерновать ее невозможно. Почему? Потому что дискатор будет забиваться, сжечь, початки этот ствол будет оставаться. Помимо подготовки почвы к следующему сезону, труженики села должны расплатиться спайщиками, так как земли взяты в аренду у них. Стоимость каждого пая составляет 25 тысяч рублей. Страшнее не было. И говорят, что за последние 70 лет такого не было. Потому что даже при всходах пшеницы, зерновые у нас были, все технологии мы соблюдали. 8 центнер, 10 центнер, 20 центнер, но не более. А на Кукурузе вообще ничего нет. Почему? Потому что, во-первых, он рост не набрал, во-вторых, даже для силоса, для того, чтобы на зеленую массу пускать, этого тоже не вышло. Убыток в хозяйстве Роберта Ашбы составил 4 миллиона рублей. Он, как и многие фермеры, рассчитывает на государственную поддержку. Иначе в следующем году средств для обработки земли из-за накопившихся долгов просто не будет. Альбина Ламкова, Марина Кушпова, Роберт Джигутанов. Вести. Карачаево-Черкесия. Адейхабльский район. 6 сентября в Солнечногорске состоится суперфинал конкурса «Лидеры России». Нашу республику будет представлять Ахмат Апаков. Он рассказал о подготовке к конкурсу и о том, каким должен быть современный лидер. Подробности у Али Баташева. Молодые, предприимчивые, умные и энергичные. Не только на видеороликах в соцсетях, но и в жизни. Ахмат Апаков будет представлять республику на конкурсе «Лидеры России». Это флагманский проект, который реализуется некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента страны. Сложная система отбора. 232 тысячи человек, если я не ошибаюсь, подали заявки в прошлом году. Было много разных этапов. Это и тестирование, несколько разных видов. Это мы записывали эссе, мы записывали видеообращения, проводили различные социальные проекты. И по итогам отбора из этого количества осталось всего 300 финалистов. Этот конкурс – перспективная площадка для молодых управленцев. За два года двое участников конкурса «Лидеры России» стали губернаторами. Пятеро – заместителями федеральных министров. Каждый финалист получил образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Знакомство с самыми успешными управленцами страны и возможность получения консультации от них. Я закончил Российский государственный гидрометеорологический университет по специальности государственное муниципальное управление. И как вы планируете дальше свою карьеру осуществлять в случае победы? Я уже решил для себя, что я возвращаюсь в Карачаево-Черкесскую республику. Есть разные предложения от руководства региона. Я думаю, в ближайшее время уже будет более определенная информация на этот счет. Конкурс «Лидеры России» стартовал в 2017 году. Его цель – выявление и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 5 335 человек. Из них 4 468 выздоровели. В Карачаево-Черкесии госпитализированы 182 пациента. МЧС предупреждает. 5 и 6 сентября в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Ну а полную картину погоды дополнят наши синоптики. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременный дождь и гроза в отдельных районах будет сильный с грозой градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер восточный с переходом днем на западный 6-11, при грозе порывы до 19. Температура ночью 12-17, днем 25-30. В горах ночью до плюс 9, днем до плюс 20 и высокая пожароопасность. В Черкесии ночью без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный с переходом днем на западный 6-11 и порывы до 19. Температура ночью 15-17, днем 28-30 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. О судьбе 15-летней Ольги Шметовой можно снять целый сериал. 9 лет назад, приехав на каникулы к бабушке в Черкесске из Украины, девочка так и не смогла попасть домой. Обстоятельства сложились так, что мать Ольги оказалась в больнице и не смогла к назначенному времени забрать дочь. А потом нестабильная политическая ситуация в Украине и вовсе разделила жизнь семьи на до и после. Спустя 9 лет мать нашла Ольгу и в аппарате уполномоченного по правам ребенка Карачаева Черкесии состоялась приятная церемония по передаче Ольги матери. Репортаж Мадины Каракетовой. Оля Шметова не видела свою семью 9 лет. Если раньше связь как-то поддерживалась посредством переписки, то последние 4 года она прервалась. И подросток всерьез опасался, что с ее матерью могло случиться несчастье в связи с военными действиями на Украине. Но вот случилось чудо и буквально через несколько минут Ольга и ее мама встретятся вновь. Ирина Шметова заметно волнуется. Она вот-вот увидит свою дочь. Встреча предшествует беседа с уполномоченным по правам ребенка в Карачаево Черкесии и представителями органов опеки проверка документов. Я долго дочку не видела. Писала письма, ответа не получала. Как война началась, в последний раз общались и все. Конечно, я волнуюсь, переживаю. Так, встретимся. Долгой разлуке с дочерью предшествовали множество событий. Девять лет назад Ирина привезла Олю в Черкес на зимние каникулы к биологическому отцу. Но вернуться за дочерью так и не смогла, поскольку тяжело заболела. Восстановление заняло больше времени, чем предполагала женщина. Но все это время мать и дочь не прекращали переписку. Пока в 2014 году на Украине не начался вооруженный конфликт. У меня не было номера телефона, единственный адрес. Но письма, ответы на письма не приходили. Писала я в 2015 году, в 2016. Думала, не доходили. Или не отвечают. А это уже были военные действия? Да, да. Это были военные действия. Тогда было у нас очень тяжело. И думала, может, не доходили. Спустя 6 лет безывестности Ирина наконец получила долгожданную весть о дочери. Девочка находилась в реабилитационном центре «Надежда» в Черкесске. Она является гражданкой Украины. Ольга Шемет является гражданкой Украины. Она проживала у папы. Папа тоже не гражданин России. И поскольку не были установлены все соответствующие документы, мы вынуждены были забрать ребенка и определить центр «Надежда». Предстояла нелегкая работа по установлению личности девочки, восстановлению ее документов, поиску ее семьи на Украине. И когда ее мама нашлась в Луганской народной республике в средстве неимоверных усилий у полномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Натальи Бондаренко, ее первой заботой было как лучше, тактичнее сообщить Оле долгожданную, шокирующую приятную новость. Когда помощники передали Наталье Бондаренко, что Олю привезли представитель центра «Надежда», ее мама Ирина даже не могла шелохнуться от волнения. И вот он, долгожданный момент. Вообще, когда последний раз я ее видела, у нее были волосы длиннее, чем сейчас. У нее был другой цвет волос. Она была выше, чем сейчас. Оля признается, что испытывает настолько смешанные чувства, что даже не способна их описать. Когда я попала в центр, мне дали номер моей мамы. Только здесь я узнала, что моя мама вообще жива. То, что они умерли. Нам так сказали. И я вообще даже не знала, что с ней. Я очень переживала насчет этого. Когда мне в центре «Надежда» сказали, что моя мама жива, дали мне ее номер. Я была очень счастлива, потому что я вообще не знала, что с ними. Я была очень рада тому, что увижу маму, брата. Я их не видела очень долго. Я их не видела 9 лет. И такое счастье, что с ними все хорошо. Беседы проведены, подписи поставлены, нюансы улажены. И уже через несколько дней Ольга и ее мама будут дома, на Украине. И для подростка начнется совсем новая жизнь. Помню первую нашу встречу, когда мы обе плакали. И сейчас опять плачем, да? Но я думаю, что это теперь слезы радости, это не слезы горя. Хорошо? Хорошо. Давай. Прости на радость маме. Общайся с братом. Это самый родной, близкий твой человечек. Цени каждую минутку нахождения вместе с семьей. Хорошо? Впереди у Львы Шеметова ждет новая школа, знакомство, новая жизнь. Она планирует когда-нибудь вернуться в Россию и, возможно, стать гражданкой страны. Посвятить себя защите прав детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Посетить Карачаево-Черкесию, где прошли 9 лет ее детства. Где остаются ее детские друзья, места, ставшие уже любимыми. Но сейчас ей предстоит самая важная миссия. Снова стать родной в своей же семье. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Теперь, да, прекрасное место для тренировок спортсменов. В эти дни к предстоящему бою в высокогорном городе-курорте готовится профессиональный боец смешанных единоборств Сергей Харитонов. 11 сентября он проведет дебютный бой по боксу. Подробнее расскажет Аслан Гирюгов. Сергей Харитонов – профессиональный боец смешанных единоборств. Ранее он выступал в боях без правил. Теперь ему предстоит первый в его карьере боксерский поединок. На протяжении двух недель он ведет подготовку в горах Карачаева-Черкесии. Как отметил боец, данный поединок для него – вызов для самого себя. Ведь его оппонентом будет профессиональный боксер из Британии супертяжеловес Дэнни Уильямс. Бой с которым состоится 11 сентября в подмосковных Химках. Тут в горах работаем и на функционал, и спарринг, и все вместе работаем на самом деле. У нас сейчас особо такого нету разделения. Отдельно функционал, отдельно. Здесь все вместе. Здесь, можно сказать, завершающая часть подготовки. На самом деле я продолжаю выступать по боям смешанных единоборств, смешанного стиля. Я буду выступать по ММА. Но так для себя решил немножко разнообразить и выступить в боксе. Для меня это определенный вызов, интересно. И интересно народу. Я думаю, что многие люди будут смотреть 11 числа, прильнут к экранам телевизора. Спортивные сборы для бойца проводит известный в республике спортсмен и рекордсмен Марат Узденов, с которым они знакомы уже много лет. Он отметил, что приглашает в республику таких людей для развития спорта и туризма. Ведь чем больше знаменитых спортсменов будет приезжать в наши края, тем больше о них будут узнавать по всему миру. Кроме этого, он отметил, что для спортивного развития молодежи делается очень много хорошего. Но молодежь не пользуется всеми возможностями, которые у них есть. Уже второй раз здесь Сергей Хальтон со своей командой проводит сборы, готовится к бою. В прошлом году в октябре где-то 3-4 человека было с молодежью, как и в Карачао-Черкесии. Здесь в зале они тренировались с ними. В этом году, видимо, может, связано с этой обстановкой. Чуть-чуть там еще не все этапы сняли после коронавируса. Может, с этим связано. Но я не вижу здесь ни одного молодого человека, который с ними потренировался бы, приехал бы. Мы поддерживаем, мы любим гостей, мы любим спортсменов. Мы хотим, чтобы у нас развивался спорт всесторонний по-разному. Не обязательно там борьба или что-то, а чтобы и борьба, и бокс, и дзюдо, и самбо, чтобы ММА, чтобы все виды спорта развивались, чтобы молодежь больше находилась в спортзале, чем на улице. Победа над таким бойцом, как Дэнни Уильямс, будет достойным пополнением спортивное наследие Сергея Харитонова и привлечет еще больше людей в смешанное единоборство. Аслан Гирюгов, Вести, Карачаево-Черкесия, Тиберда. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Приятных вам выходных и ждите вестей. Субтитры подогнали Симон.